Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хотела я сегодня ограничиться вот этой темой, как подбирать сорт, какие факторы нужно учитывать. Но потом начала разговаривать о томатах и что-то, как говорится, тут Остапа понесло. Хочу еще одну тему сразу же вам рассказать, пока есть немножко время. Короче, огородная азбука продолжается. Только что мы рассмотрели, что нужно учитывать для того, чтобы подобрать себе удачно, подобрать себе вот такую группу томатов для выращивания, например, в 2020 году. Я сказала, что нужно учитывать регион, нужно учитывать занятость вашу, занятый вы или свободный, нужно учитывать сорта, нужно учитывать условия, в которых вы хотите выращивать открытый грунт или нет. И обязательно учитывайте, новичок вы или опытный. Если новичок, то чтобы вся коллекция не состояла из одних сложных сортов. Теперь я хочу, чтобы в эту тему поглубже мы нырнули и рассмотрели частный случай, то есть как подбирать сорта для выращивания в теплице. Но все вышесказанное мы тоже не забываем. Мы не забываем определить для себя, сколько у нас опыта, новичок мы или опытный огородник. Мы не забываем, в каком регионе мы живем, потому что даже если томаты в теплице, есть такие регионы, вот как у нас, например, у нас минусовые температуры даже в начале июня могут быть. И тут там тоже свои сложности. Если вы будете высаживать рано, нужно какие-то меры предосторожности укрывные или что-то. Короче, не забываем мы про свою занятость. И вот вопрос занятости при выращивании в теплице. Я сейчас хочу случай из своей практики рассказать, ошибки молодости, чтобы вы этого не повторяли. Когда я купила первую теплицу, ясно, что я работала официально, трудилась. Я была с утра до вечера на работе. Времени уделялось очень мало вот томатам. Но я почему-то по своей молодости подумала, что раз они будут расти в теплице, они будут вести себя так же, как в открытом грунте. Но я их посажу, буду поливать и немножко там подвязывать, посынковать. Но вы не забывайте, особенно начинающие, что в теплице томаты ведут себя совсем по-другому. Они там не слушаются, они там буйствуют, они там, у них же более комфортные вот эти условия произрастания, они очень быстро идут в рост. Они там намного, если, например, куст такой мощный, кустистый, там он будет в два раза мощнее кустистого. Все индетерминатные, которые вот мы на улице, полтора метра, метр семьдесят, там они будут два и два с половиной метра. Все это вы должны учитывать. И запомните, что в теплице они потребуют более тщательного посынкования, более частого ухода. И там нельзя их высаживать загущенно. Если мы в открытом грунте при выращивании загущенным, ну все равно там совсем они по-другому следуют. В теплице при загущении у них там конкуренция. Они очень быстро начинают друг друга, стараются как перекрыть своими листьями соседа. И они начинают вытягиваться. К чему я все это говорю? Это говорю я к тому, что когда вы начинаете первый год выращивать в теплице, вы подумайте, как вы будете, какую вы политику будете там проводить в теплице. Вы должны знать, что вы хотите получить от теплицы. Я уже весной рассказывала, что некоторые устанавливают теплицу только для получения раннего урожая. То есть высаживают туда томаты не высокорослые, не индетерминатные, а именно детерминатные, которые очень быстро формируют куст, очень быстро формируют плоды, очень быстро спеют и очень быстро вы можете насладиться вот вкусными спелыми томатами. Но там так же быстро они могут и пройти, и вот, например, август и сентябрь, скорее всего, там у вас уже не будет обильного такого плодоношения, потому что они вам успеют все отдать, они такие ранние. Это первое. Некоторые, наоборот, высаживают только индетерминатные. А, еще при ранних, я вот что скажу, некоторые считают, что ранние томаты высаживать в теплицу, это неблагодарное дело, что они, ну только, они же короткие, метр, метр пятьдесят, они только половину пространства занимают, а вот второй этот купол весь свободный. И некоторые так, как расчетливо, вот, используют всю эту теплицу, что высаживают только индетерминатные, чтобы вся эта коробочка была полностью забита растениями. Они же вот до самого потолка, и зайдешь там, вот, короче, все они. Это вот вторая группа, которые никаких ранних, никаких детерминатных, даже близко в теплицу не пускают, только вот эти высокорослые на шпалерах висят у них, и тогда у них урожай немного попозже, чем у тех, кто ранние высаживает. Но он зато будет более продолжительным. Да, индетерминатные дадут и урожай побольше, и плодоношение будет более продолжительным, то есть до самых морозов. Но самые такие, я принадлежу к их числу, ну, такие, которые не впадают из крайности в крайность, высаживают и индетерминатные, и низкорослые вместе. Это я делаю вот точно так, я показывала и в прошлом году, и в этом, что у меня половина низкорослых детерминатных, которые рано поспевают, рано сформируются, а вторая половина вот этих высокорослых двухметровых, которые поздно, до самого-до самого мороза плодоносят, я считаю это самым таким оптимальным вариантом использования теплицы, потому что я все-таки считаю, что теплица, она и для того предназначена, чтобы дать нам насладиться вот этими томатами с пилами рано, когда еще ни у кого нет, когда еще вообще вот такое весенний авиатоминоз, там, например, июнь, начало июля, у нас в сибирском регионе, в огороде вообще ничего нет, а в теплице уже можно получить томаты. И вот эту вот половину, которую я занимаю детерминатными ранними, я никогда ее не засажу высокорослыми, высокорослыми, потому что весь смысл тогда, ну для меня, по крайней мере, для меня весь смысл теряется использование теплицы, она ведь должна дать урожай рано, но не все думают так, я думаю, что если вы интерминантами всю теплицу засадите, это ваше личное дело. Но я хочу рассказать свой горький опыт, как я уже говорила, когда я купила теплицу, я думала, что там все, я его посажу и все, и выбрала я томаты, раз у меня теплица была впервые, именно все высокорослые, такие детерминатные, которые по урожайности посмотрела, о, какая у них огромная урожайность, они мне дадут столько плодов. Забегая вперед, сразу скажу, кроме джунклей, я там в этот год ничего не получила, не очень много плодов было. Но это был первый опыт, первый блинком. Все, я высадила, начала их усиленно поливать, все, ну там благодать, они начали расти, они толстели прямо на глазах, такие листья здоровые, вот такие, они как начали раскидывать свои листья. Вы представьте, как там пасынки образовываются быстро. Пасынки из каждой дырки вылазили. И когда я, например, а я же была на работе, как я уже говорила, работала с трудовичем, и когда я через какое-то время туда зашла, в теплицу, и вот эту ошибку совершают очень многие, некоторые пасынки уже были такой толщины, что толстые в ствол, и уже даже зацветали, и мне стало жалко их удалять. Я думаю, о, как здорово! Это будет значить, что у меня не один ствол, а три ствола, и на всех трех стволах будут вот эти помидоры. Ну, я, конечно, оставила эти толстые, эти красивые, с цветочками пасынки. Ясно, что они начали конкурировать. Если бы я их сразу все безжалостно вырубила и в один ствол вела бы, у меня, может быть, первый год было бы удачный, более удачный опыт. Но так как я пожалела их, они же красивые, они же такие здоровые, они такие много дадут помидоров, они начали все расти туда. И, естественно, эти пасынки начали давать новые пасынки. Эти новые пасынки начали, ну как, забивать там соседей. Они все перепрылись между собой. И когда я заходила туда, ну раз в 10 дней, может быть, не знаю, раз в неделю, за неделю, они успевали так увеличиться, просто, они дошли до потолка, они сгорели, во-первых, там, ну как, она притыкается в потолок, она сгорает, все. Которые не сгорели, которые я успела загнуть, я вот так вот, они вот так сгибались, они ползли вдоль крыши, они на эту сторону, эти на эту, и там была такая арка, а нижние пасынки, они же тоже им надо, они более низкую арку сделали. И в один прекрасный момент, ну как, это все совмещалось с работой, с двумя детьми. Я заходила, жара, посынковала, там старалась, все, я, короче, билась, билась, но в этот год томаты меня победили. Но они росли потом, как хотели. Я вот так махнула, растите, как хотите, ну что вырастет, то вырастет. Ну я чувствовала себя, правда, Алисой в стране чудес. Зайдешь, все томаты вот такие, вот там где-то колышутся, там некоторые сгорают, некоторые уже оттуда падают на пол, они вот так вот проползают и наверх, и опять туда. И, короче, в один прекрасный момент я заглянула в свою теплицу, там было вот такое вот пространство, на четвереньках можно было проползти, остальное было все томаты, 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 томаты. Ну, джунгли, настоящие не джунгли, а как вот где-то, а, тропики, тропики, там же влажно, там вот это все. Но, естественно, ничего у меня не получилось. Поэтому я сегодня хочу очень особо вот ваше внимание обратить на то, что выбирая томаты для теплицы, вы сразу соотнесите свою занятость, количество свободного времени, которое вы сможете посвятить теплице. Вот эти вот сорта, все подберите. Если вы работаете, если у вас мало времени, то я бы посоветовала, возможно, половину теплицы занять вот этими вот низкорослыми, может быть, даже скороспелыми сортами, особенно если у вас дети. Пока они дождутся вот эти индетерминантные сорта, вы можете их накормить вот этими малышами. Но потом можно посеять туда редиску или зелень. Да, они быстро отплодоносят, но вы поймите, если всю всю теплицу, если вы впервые поставили ее, и если вы всю засадите вот этими, которые требуют очень повышенного внимания, если вы вовремя не будете посынковать, если не будете подвязывать, если у вас не хватит времени, у вас урожай понизится. Они же, качество растений, они истончаются, вытягиваются, качество растений портится, там затененность наступает, плодов мало, они плохо вызревают, они кислые, солнца им не хватает. С теплицей будьте осторожнее. В теплице, во-первых, нельзя сильно загущать, если вот в открытом грунте, мы прям можем там вплотную, тут нельзя сильно густо высаживать. Если высаживаете по два томата в одну лунку, как я сейчас высаживаю, то нужно будет обязательно ходить, следить за ними ежедневно, глаз до глаз, ну раз в два-три дня обязательно ходить, выщипывать, вырезать лишние листья, и нижний ярус, и средний ярус, и верхушки прищипывать. Все, вот это мы подбираем, сорта для теплиц. Как подобрать? А вот так. Если много времени, готовы посветить с утра до вечера все время, высаживайте индетерминантные, высокорослые всякие. Если нет времени, вы заняты, сделайте половину теплицы, вот эти неприхотливые, с облегченным уходом вариант, или если хотите получить ранний урожай. Ну а если вы вообще, если у вас эта теплица специально для раннего урожая, то, конечно, ранние скороспелые сорта, остальные можно высадить на улице, а теплица зато вас порадует ранним урожаем. Сейчас сразу после этого видео я хочу снять еще одно видео, это просто крик души, о том, вот о количестве писем, которые приходят мне, с которыми я не знаю, что делать, отвечать нет на них времени. Сейчас все расскажу, и, конечно, о заказах, потому что некоторые нетерпеливые, я вот еще две недели, как только начала рассылку, уже пишут, и сердитые письма, и гневные, и недовольные, всякие разные, все объясню. Я сначала тоже злилась, психовала, теперь успокоилась, и будем сейчас с юмором этот вопрос рассматривать, раз люди никак не понимают, ну, значит, посмеемся над собой. Все, до свидания.